Поряд, что когда рождается ребёнок и мгновенно заканчиваются все родовые боли, практически каждая женщина испытывает чувство эйфории, радости, победы. Но совсем скоро начинается временное снижение настроения на фоне гормональной перестройки. Оно встречается у 70-80% рожениц. Однако у 10-15% мамочек состояние грусти, тоски, перепады настроения не проходят самостоятельно и могут длиться на протяжении года. Малышу Виктории уже 10 месяцев. Он родился 8-месячным. И хотя сегодня это абсолютно здоровый ребёнок, страх за него дал толчок к затяжной послеродовой депрессии. Вика вынуждена была в итоге обратиться за помощью к психотерапевту. Я заметила, что я была раздражительной очень по отношению даже к родственникам, тех, кто оказывал помощь. Я могла отреагировать на эту помощь, что они всё делают не так, как мне надо. Хотя на самом деле это была всё-таки помощь. И вот я могла и заплакать где-то на пустом месте. Наша героиня – перфекционистка, успешная бизнес-леди. И очень многие причины её состояния характерны для нынешних мам, которые рожают первенца. Есть определённые ожидания рождения ребёнка, периода, особенно когда ещё это первым ребёнке. Женщина ожидает дар Божий, вот эту куколку, вот она счастливая, выходит. Её встречают с цветами. И дальше женщина вот этой рутинной деятельности, в которую она попадёт, она просто не представляет. И противоречие между тем, что ожидалось, казалось, вот эта красивая картинка, когда все её любят, все её, так сказать, честуют, она мамочка, а с реальностью. Я не ощутила, наверное, в первую очередь ожидаемую какую-то поддержку. Второй, конечно, фактор – это то, что с появлением ребёнка – это большая радость, но в то же время это кардинальные перемены собственной жизни, собственного ритма, когда твои интересы на первое время, они полностью уходят на второй план, и на первом плане остаётся ребёнок, и в то же время нужно поддерживать какой-то здоровый климат в семье, с супругом. Мужчина должен быть подготовлен к роли отца. Подготовка беременных к родам ведётся, но подготовка к послеродовому периоду и к тому, как надо будет снять факторы той же депрессии, как к ней отнестись, если начинается плаксивость, если начинаются мысли о том, что лучше от этого ребёнка избавиться, и зачем я его родила, и вообще я сделала глупость, и куда там у меня пошёл муж, и вот я там сейчас некрасивая и так далее. Конечно, вот все эти комплексы оживают, но это всё идёт в комплексе общего упадка сил. Виктория не брала декретный отпуск и до сих пор ведёт активный образ жизни, не оставляя своей рабочей обязанности экономиста и руководителя отдела. Свой ритм так и не поменяла, то есть он у меня так и остался достаточно бурный, активный. С одной стороны, он является таким провоцирующим фактором для угнетённого какого-то состояния, потому что где-то не хватает времени на то, чтобы проводить его больше с ребёнком, приходится решать какие-то задачи, которые не связаны вообще, в принципе, с семейной жизнью, а больше с работой. Но и с другой стороны, это всё-таки такой фактор, который помогает очень сильно разнообразить свою жизнь. Посвящать ли всё своё время уходу за ребёнком или разнообразить свою жизнь, каждая женщина вправе решать сама, вот только силы свои необходимо рассчитывать и взвешивать все за и против. Яна Истомина, Андрей Кулаков, Борис Сафронов, телеканал «Спас».